Сейчас коротко о главных событиях. Президент Франции Франсуа Алланд готов принять меры по отмене антироссийских санкций. Национальный банк Белоруссии получил доступ к торгам на московской бирже. Экономика Китая в 2015 году сможет достичь таргетируемого темпа роста в 7%. А теперь подробности этих и других сегодняшних новостей. Президент Франции Франсуа Алланд готов принять меры по отмене антироссийских санкций. Он заявил об этом на традиционной большой пресс-конференции перед журналистами в Елисейском дворце. Цитируем. В последние несколько недель наметился прогресс в процессе мирного урегулирования. Стороны практически полностью соблюдали режим прекращения огня. Минские соглашения должны быть выполнены до конца года. Необходимо идти до конца, в том числе в вопросе проведения местных выборов законов по автономии децентрализации на востоке Украины. Если этот вопрос будет разрешен, я лично приму меры по санкциям против России, как это было предусмотрено соглашениями, сказал Франсуа Алланд. Национальный банк Белоруссии получил доступ к торгам на московской бирже. Первый заместитель председателя направления банка Тарас Надольный отметил в пресс-релизе. Получение Национальным банком Белоруссии доступа к торгам на валютном рынке позволит расширить возможности Национального банка по управлению активами в иностранной валюте. Московская биржа полагает, что участие национальных банков государств, членов Евразийского экономического союза, в валютных торгах будет способствовать развитию интегрированного валютного рынка и росту объемов торгов на бирже. Внимание! Не пропустите выход важных новостей. 9 сентября в 17.00 по московскому времени Банк Канады объявит свое решение по процентной ставке. Результаты завтрашней публикации повлияют на движение канадского доллара, откроют возможность заработка. По прогнозам аналитиков Scotiabank и самого Банка Канады, в длительной перспективе пара американский доллар-канадский доллар находится в восходящем движении. Будьте в центре важных событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. С 9 утра по московскому времени каждый час новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максим Маркетс ТВ. Зарабатывай на новостях. Продолжаем выпуск. Экономика Китая в 2015 году сможет достичь таргетируемого темпа роста в 7%. К такому выводу пришли эксперты Государственной комиссии по развитию реформам Китая. В своем отчете комиссия отметила положительную динамику по ряду макроэкономических показателей благодаря стимулирующим мерам руководства страны. Прежде всего, это снижение процентных ставок, девальвация юаня и уменьшение целевого показателя денежных средств в резервах банков. Министр финансов Китая Ло Цзи Вэй на прошлой неделе заявил, что темп роста ВВП Китая в ближайшие 4-5 лет составит около 7%. А глава Народного банка Китая Чжоу Сяо Чжуань ожидает роста стабильности на китайских финансовых рынках на фоне завершения коррекции на фондовом рынке страны. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в ходе встречи министров финансов стран Большой Двадцатки в Анкаре призвала мировой экономике к масштабным реформам на фоне снижения перспектив роста мировой экономики и кризиса на развивающихся рынках. Она отметила, что спад в Китае оказывает намного большее влияние на мировую экономику, чем принято считать. Она также обратила внимание на то, что ведущие развивающиеся рынки находятся в состоянии рецессии, и прежде всего те, которые ориентированы на сырьевой экспорт. Кроме того, ожидается, что в этом году ФРС повысит ставки, подняв стоимость кредитов по всему миру. Лагард подчеркнула необходимость принятия немедленных конкретных мер, таких как продолжение аккомодативной монетарной политики в развитых странах, финансовые бюджетные стимулы, направленные на оживление экономического роста, и структурные реформы, способные повысить производительность. Международный валютный фонд снова предостерег ФРС от поспешного повышения ставок и рекомендовал отсрочить это до 2016 года. Саудовская Аравия сократит расходы и отложит ряд государственных проектов из-за падения цен на нефть, заявил министр финансов страны Ибрагим Аля Сафа. BBC сообщает, что в своем заявлении министр подчеркнул готовность Саудовской Аравии к низким ценам на топливо. Он также отметил, мы накопили значительные резервы, сократили государственный долг практически до нуля, и теперь работаем над тем, чтобы сократить необязательные затраты и сфокусироваться на основных проектах, обеспечивающих развитие страны. По словам министра, сокращение расходов не затронет сферы здравоохранения, образования и инфраструктурные проекты. Правительство Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти, ожидает, что из-за падения цен на нефть бюджет недополучит порядка 40 миллиардов долларов. По оценкам экспертов, эта цифра может оказаться значительно выше.